Итак, здравствуйте всем! Очень приятно вас видеть, особенно тех, кого не видели лет 8, наверное. И тот, кто вырос, просто вообще удивительно. На самом деле, очень здорово. И сегодня мы открываем серию таких микс-классов. Микс-классы... Кто-нибудь знает, что это такое вообще? Нет. Не встречались. Микс — это что-то смешное, да, явно? Да, да. Вот. Идея такая. Идея, что смешано, что смешано. Какие ингредиенты у нас, да? Поскольку мы в ресторане, поэтому у нас есть ингредиенты. Ингредиенты такие. Непосредственно мастер-класс. Мастер-класс групповой. То, что мы все вместе какие-то упражнения делаем. Дыхательные, вокальные. Что-то такое, что всем интересно и развивает, и весело. Потом какие-то... Такие, может быть, интересные конкурсы, или какие-то такие вот вещи, не связанные вроде бы с мастер-классом, да? Потом перерывчики, такие типа дискотеки, то есть где можно потанцевать, да? И где можно поболтать, и вообще еще что-либо поделать. Вот. И вначале я хотела бы просто сказать что-то о вокале. Поскольку кто пришел, это явно те, кому это интересно, правильно? Потому что все мы любим петь. И профессионально, и непрофессионально. Потому что я профессиональный музыкант. Но до того, как я стала им профессиональной, я думаю, что я все равно, все равно бы пела. Вот. Даже если бы я им не стала. Но можно петь правильно, можно петь неправильно. И нужно понять, как это, правильный, как неправильный. И вообще, что это такое, и с чем его едят, этот вокал. На самом деле, кажется, что это просто. Но это не просто. А когда делать начинаешь, это кажется вообще очень сложно. А потом, когда ты очень-очень много раз это делаешь, потом тебе кажется это очень легко. То есть такой замкнутый круг. Когда человек поет очень хорошо, кажется, ой, как легко он поет. Вроде бы нечего делать, да? Начинаешь петь сам, и понимаешь, что, боже мой, как это сложно. Да? И вот, чтобы разобраться, насколько мы можем быстро это сделать хорошо, и из чего это состоит, мы попробуем какие-то вещи такие поделать, упражнения, которые, может быть, раньше мы никогда и не задумывались, что вообще мы так дышим, или мы так управляем голосом, и вообще, что этим голосом движет, почему можно спеть так, а почему можно спеть по-другому, иначе, и какие жанры существуют, и какие стили. Да? Есть какие-то критерии оценки голоса. То есть, если сидит, например, жюри какой-то, да? То оно как оценивает? Международное. Международное. Как вы думаете? Наверное, чистота интонации, да? Стиль. Красота, тембра, голоса, оригинальное прочтение, да? Что-то, какие-то такие составляющие. Поэтому сейчас мне нужны человек пять составляющие жюри. Вот, пожалуйста, вот здесь вот стульчики. Я вам сейчас дам листочки, выдам табели. Пожалуйста, присоединяйтесь. У нас будет исполнитель. Это я буду исполнить. И жюри, вы просто ставите там пункты, шесть как будто бы исполнителей. И ставите там оценку от кола до пятерки. Как вы считаете? Ну, это просто как развлечение. Аня, профессиональная в пятидесям. Так, Настя, давай, здесь у нас вокалист. Лис, будешь в жюри сидеть? Давай. Давайте. Давай. А из старшего поколения никто у нас? Ну, пианистка есть профессиональная. Я не понял. Если я на него научу, то есть. Вот. Вот, прекрасно. Вы будете оценивать. Держите. Оценивать. Да, вот смотрите. А потом индивидуально со мной. А потом индивидуально со мной. Раз, два, три, четыре, пять, шесть как будто исполнители. Я один буду оценивать. Вот, жюри и подрис. Ставите сюда. Ставите сюда. Я бы куда. А, сюда, дадите? Можно я? Конечно. Можно, я не могу. Исполнительница, я одна, да? Но как будто я буду петь за шестерых. То есть, будет одно и то же произведение. Произведение известное. А вы потом приедете качать у нас каждый день? Нет. Просто мне интересно будет посмотреть, насколько вы будете оценивать. Да. И что вы будете... Роман всем известен. Ведь можно одну и ту же музыку петь совершенно по-разному. Правильно? Вот сейчас мы попробуем таких шесть вариантов, как будто шесть разных людей поют. То есть, каждый куплет я буду петь по-разному. А, ну, не одно и то же, да? Нет, я буду петь один и тот же романс, но по-разному. И вот как будто разные люди поют, да? Нет, да. Да. Участник номер один. У вас там написано один, да? Один. По пятибалльной системе. Уходи, побудь со мной, здесь так отрадно, так свято. Я поцелуй, я не покрою, устоящее тело. Я поцелуй, я не покрою, устоящее тело. Не уходи, побудь со мною, здесь так отрадно, так свято. Я поцелуй, я не покрою, устоящее тело. Я поцелуй, я не покрою, устоящее тело. Не уходи, побудь со мною, Пыхает страсть в моей труде. Восторг любви нас ждет с тобою. Не уходи, не уходи. Восторг любви нас ждет с тобою. Не уходи, не уходи. Следующим честным честным разговариваю вас. Не уходи, побудь со мной. Я там, когда вновь тебя люблю. Тебя я злой огневаю, Я пожру и утомлю. Тебя я злой огневаю, Я пожру и утомлю. Не уходи, побудь со мной. Здесь так отрадно, так свято. Я поцелую огромную, Устаю очень ничего. Я поцелую огромную, Устаю очень ничего. И последнюю часть. Восторг любви нас ждет с тобою. Бывая страсть. И последнюю часть. Восторг любви нас ждет с тобою. Устаю очень полезно, Не уходи, не уходи, Восторгом мне нас ждём в столах. Не уходи, не уходи. Не уходи, не уходи, не уходи. Не уходи, не уходи. Давайте вот так. Сейчас я посмотрю, кто за кем у меня шёл. Так, Анюта у нас поставила. Ну, в общем-то, пятёрки никто не получил из наших исполнителей. Самое высокое было первое и третье. То есть первое у нас было такое нормальное, более-менее классическое исполнение. И джазовое понравилось. Самое непонятное единица, да, оказалось. Это просто разговор был. Да? Декламация. Декламация, да. Ну, это впечатление про него. Ну да, сейчас мы посмотрим. Так, здесь у нас первому номеру пятёрку присуждено, да, когда естественное, романсовое. И четвёртый номер у нас получил на выдохе такую. Четвёрку, да. Самое низкое у нас пятый номер, тоже разговор, да, речевой. Так, Лиза. Пятёрку первый номер у нас лидирует. Четвёрку получил тоже последний номер. Ну, тебе, Лиза, нравится голос, видимо, да, красивый. И единицу тоже получил речевой разговор. Так. Так. Тоже первый номер пять баллов, да. Четвёртый и пятый – это на выдохе и речевой тоже единицу. И шестой и последний тоже восхитил. Четвёрка. Так. О, здесь у нас красивые вообще… Первый номер четыре получил. Ну, все остальные колы не подходят совсем. Совсем не подходят. Спасибо. То есть, первый номер лидирует, а самый плохой у нас четвёртый, да. Мы сейчас разберёмся, почему такая… То есть, в принципе, все… Все единодушные жюри у нас такое получилось, да. Ну, кому-то что такое… Квалифицированные. Так, квалифицированные, прямо скажу. Точно. Вот. У нас что было? Первый участник у нас пел в чисто романсовом стиле. То есть, здесь, на самом деле, голос у меня был же такой же, я не изменилась, правильно? То есть, я была самая слабая. Это было в стиле. Да, это просто было в стиле. Да. Это вам стиль было? Нет. Это было стиль романса. Культура романса. Да. Культура исполнительства романса это было. Да, очень красиво. Да. Первый номер, да. Как-то будем его исполнить. Ну, я, может быть, немножко подробно, я просто усредненно так спела, да, спокойно. Дальше. Второй был просто в народном стиле, да, такое народное пение. Никому не понравился романс в народном пении. Утрированное. Утрированное, да. Третий номер в джазовом, в таком варианте. Шансон. Ну, шансон, джаз, в общем, что-то среднее, да, между этими. Да, да, да. Четвертый, ну, такой, как бы, скажем, эстрадный третий был немножко, да. Четвертый на выдохе, такой, без дыхания, фактически, четвертый номер, да, но был чувственный. То есть, да, кому-то понравил чувственный. Пятый, на самом деле, было не пение, да. Вы обратили внимание все, что это было не пение. А почему? Мелодекламацию, да. Просто, даже не мелодекламация, а просто декламация, на самом деле. Мело, это еще добавляется хотя бы что-то вокальное. Хотя бы кусочек маленького. А это просто чистая, да, чистая водная декламация. Под музыку, да. Музыка идет, а мы, ну, типа рэпа. Вот сейчас, да. То есть, идет музыка, а идет какая-то декламация. На самом деле, это не пение, да, фактически. И последнее, это был, ну, утрированный оперный такой контекст, да. Вот. Кому-то понравилось просто то, что голос сам звучал, да. Но я утрированно пела. Вот. Поэтому, на самом деле, видите, как важно попадать в стиль. Да, именно в стиль произведения, в стиль того, что это за конкретное произведение. Я ставил за пиццы. Да. Да. Вот. И мы сейчас, я хочу понять, почему что-то бывает красиво, а что-то некрасиво в вокале. То есть, кроме первого и, может быть, еще какого-то, в принципе, было не очень красиво. Хотя я и Елена Исаева с голосом. А? Первое было очень красиво. Да, первое. Ну да, кроме первого, да. Почему все остальное спетое вроде бы неплохо, да. А вот красиво спетое. Ну, если бы другую песню пелось и этим же самым голосом, было бы красиво. То есть, вот это несовпадение, да, оно дает неприятный результат. Поэтому самое главное для певца, я считаю, нужно, чтобы была культура. Вот эта культура, которая прививается чем? Слушанием музыки, да. То есть, просто надо уметь применить свое мастерство конкретно к чему-то, к стилю какому-то, да. Вот. Но это крафта вот об этом. Я думала, что вам было занятно такое поучаствовать в этом. Вот. А сейчас я хотела бы просто позаниматься уже чем? Я хотела бы позаниматься дыханием сначала. Почему? Потому что без дыхания это будет у нас четвертый номер. Все. То есть, это пение на выдохе, да. Что-то можно в эстраде петь на выдохе. Это пинголсон. Да. Но очень редко и не все. Вот. В основном нужно, надо уметь управлять своим дыханием для того, чтобы петь элементарно. Поэтому сейчас мы поделаем кое-какие дыхательные упражнения вначале, чтобы разогреться. А потом попробуем еще что-нибудь поделать. Да? Вот. Сейчас нам нужно освободить вот это пространство. Юрий, спасибо вам за судейство. Так. У нас-ка, уносите в стулы. Ага. Вот. Вот. Отлично. И можно нам зажечь сейчас свет? Вот здесь вот наверху, девочки. Можно, да? Так. Давайте встаем сюда. Будем сейчас мы заниматься. Отдыхать в нем попозже. А что у нас старшее поколение сидит Не занимается Для чего оно пришло Вставайте Вставайте А чего тут смотреть Вставайте Кто-нибудь слышал про отдыхательную гимнастику Стрельниковой Ну вот мы сейчас немножко поделаем Я сначала поучу, как это делается сам вдох А потом поделаем просто упражнения Некоторым здесь известны эти упражнения Но мы их чуть-чуть поделаем Давайте сначала распределимся в круг Вот так Ага, чтобы друг другу не мешать О, отлично Мы сейчас получились делать вдохи Они проводят через нос Запомнили? Через нос Вот такие Как будто хлопот Это вдох Как будто насмот Очень правильный Попробуем пить И Раз И И И Что-то там не И Раз И Раз И Раз И Да, вот такой тонк Запомнили, да? Можно нам музычку включить? Светлана 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 Подписываем музыку Студию Я сейчас подражу Пой-ка Попал И Попал Попал И Попал И Попал 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 И И